всем привет помните как пил когда-то сюткин поздний час половина первого давно пора мне спать но с меня певец плохой поэтому вернемся все-таки к обзору ну да вот посылочка приехала ко мне и мы с почтой здесь написано фон и сэмпл и здесь также посылка это не из магазина посылка это от производителя первый раз на моем канале такое и вот раньше мне приезжали посылки только из магазинов что-то в основном конечно покупал из редкой конечно приезжали на обзор а вот первый раз на моем канале что-то приехала на обзор от производителя молодая амбициозная фирма ну насчет молодая не знаю но амбициозная фирма мэйс прислала мне вот такую посылочку которая кстати тарахтит но как вам надпись на скотче ну это еще лирика у меня уже был обзор на другой телефон от этой фирмы он мне понравился причем понравился не только мне но и моей жене меня жена им попользовалась а потом один из знакомых сказал я хочу себе такое продай ну в общем пришлось продать на жена жалеет что продали тот телефон ну ладно он может и этот и понравится и она им будет пользоваться потому что я себе его оставлю сам буду пользоваться не знаю будем смотреть по ходу того как какие впечатления у меня это не будут итак мейс комет ну здесь и мы там всяко ну и традиционно на обратной стороне крышки краткие характеристики 5 и 7 диагональ дисплея причем здесь раз простите разрешение 1440 на 720 то есть соотношение экрана 18 9 горнин горилла глаз обещают процессор восьмиядерный мтк 6750 ти здесь 64 памяти хранилища плюс 4 гигабайта оперативки так что еще 13 камера мегапикселей причем это sony mx 258 обещает android 10 usb type-c 4000 аккумулятора и . иди то есть сканер отпечатка пальцев открываем более подробные характеристики читайте конечно же в описании под этим видео магик он запакован вот так вот выглядит вот так вот красавец здесь обещают кожу ну не знаю насколько это натуральная кожа или искусственная но кожа и металлический корпус так включаем его и смотрим что у нас еще и в коробке нож нам уже не нужен так коробки у нас для вот коробочки здесь шульгить краткая инструкция причем похоже на нескольких языках ну английский вижу и тоже не английский и тоже похоже немецкий русский ну и арабские какие-то в общем русский есть это уже приятно это гарантийная карточка и тут выпала у нас отсюда иголочка где-то здесь она должна быть как-то на выпало пока распаковывал ну вот похоже что тарахтила это юсби кабель и зарядное устройство точнее в юсби блок питания здесь у нас написано сколько quick charge видно 5 вольт 2 ампера 9 вольт 2 ампера у нас вольт полтора ампера можно проверить его отдельно кстати так возвращаемся к телефону русский у нас есть о есть русский да россия начать пропустить как новое устройство далее там еще от ключ мы там еще не надо далее киев есть киева нету ну ладно будет к ее далее далее добавить отпечатка отпечаток пальцев пропустить все равно пропустить настроить позже добро пожаловать о вот и вывод красавец так ну давайте а внешне видео снизу у нас юсби тайп си две решеточки где-то здесь скрывается микрофон и динамики надеюсь два динамика это я отдельно проверю на правом торце слот под карты под симки да и похоже насколько я помню здесь совмещенный слот либо 2 симка либо карта память ну либо вместо 2 симки карта памяти так какой страной нет и вот этой не сейчас вернем обратно важно не будем на этом останавливаться сверху нас разъем для гарнитуры ну и на левом торце кнопка громкости и блокировки выключения и немножко они вот тарахтят так ну что возвращаемся к телефону нет sim карты то понятно яркость на полную настройки подсказки сразу в настройках а телефоне 7 android ну ладно так где у нас кнопки а кнопок не вижу есть только кнопка домой совмещенная со сканером отпечатка пальцев так что еще показать ну давайте уже один назад кнопка где же кнопка назад ну хом назад выполняет функцию так для разработчиков 423 мегабайта занято еще 3,2 гигабайта свободно так где у нас тут касаяние отображать касания где ну ладно два два три четыре пять 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 касаний скриншоты конечно же будут в конце ой в конце видео там будут скриншоты с приложений с тестов так ну это средняя кому интересно хранилища используя на 433 мегабайта из 64 гигабайт я уже заговорить мне спать давно пора вай фай блютуз экран о быстрый доступ камере открывать камеру двойным нажатием кнопки питания это удобно но почему-то в экране ну не знаю мира vision есть лет индикатор тоже есть но сейчас нечего ему показать уведомление звук кстати про звук рингтон да динамик похоже один увы ну по крайней мере в приложениях нету всякой китайчатины лишней это радует смотри как я сказал здесь 4000 миллиампер часов он только включился первая зарядка еще не прошла то есть тоже у нас пишет осталось 6 часов это уже будет в полном обзоре так ну что сейчас я загружу сюда картинку покажу экран пока у меня общитление двоякое с одной стороны несмотря на то что 5 и 7 дюймов экран мне нравится удобно то есть в руке он лежит достаточно удобно можно одной рукой пользуется видите у меня пальто пальцы сходятся хотя у меня как бы рука не маленькая а как я виджеты запускаю где-то здесь ладно это разберемся по ходу дела по мере использования ну единственная кнопка придется привыкать что холм назад она же отпечаток пальца и механическая кнопка кнопка назад механическая то есть при обычном касании это назад давайте покажем настройки там сим-карты назад ну или механический нажать вернуться на стартовый экран то есть надо будет привыкнуть play market стоит а мне нравится ну только кнопкам привыкнуть в общем первое впечатление двоякое с одной стороны он мне нравится несмотря на то что здесь 5 и 7 дюймов он удобно лежит в руке то есть ну достаточно удобно мне в крайней мере ну лапа у меня не маленькая с другой стороны непонятка с кнопками ну что я попользовался немножко этим телефоном пока настраивал google аккаунт пока подключал вай фай пока ставил тотал команды перекидывал картинку вы знаете мне он нравится и к этим кнопкам пожалуй я могу привыкнуть что же касается экрана вот картинка которую я всегда показываю вот эти вот углы обзора то есть нареканий на них у меня нет нет видите вот диагональ вот диагональ вот диагональ вот диагональ и вот диагональ то есть картинка остается сочной хорошей также я успел настроить отпечаток пальца причем другой палец не срабатывает и да как вы видели в начале этого видео я показал что двойным нажатием можно вызвать камеру ну про камеру это будет отдельный разговор точнее отдельное видео почему потому что скажем так я всегда делаю отдельное видео с тестами фото и видео съемки потому что не всегда частота кадров с которой снимает телефон на которой делаю обзор совпадает с частотой кадров той камеры на которой я снимаю чтобы не было лишнего пересчета кадров я делаю отдельное видео в общем первое впечатление положительное кстати вот двойная вспышка два светодиода там стоят не знаю на камеру будет видно или нет но там два светодиода видно один явно теплый второй холодный ну давайте попробую фонарик включить может виднее будет видите холодный и давайте вот так покажу холодный и теплый так лет индикатор событий вот здесь рядом с фронтальной камерой но сейчас он конечно ничего не показывает и по крайней мере я видел только один цвет пока еще фонарик надо выключить так что ну в принципе пока первое впечатление положительное я им попользуюсь и тогда уже буду делать отдельное видео с обзором или не знаю может видео не буду делать но текстовый обзор я на него сделаю конечно же он будет на хоботе ссылочку я потом оставлю под этим видео так что все уже как видите время весьма позднее время весьма позднее час ночи практически я уже полусонный так что извините если были какие-то недосчеты в этом видео всем спасибо за внимание оставляйте лайки ну или дизлайки критикуйте если хотите покритиковать если хотите что то сказать про этот телефон про свое впечатление от него конечно же напишите об этом так что жду ваших комментариев всем спасибо за потраченное на это видео время всем спасибо за внимание всем пока а не не пока скриншоты тестов ну а теперь пока пока я тут игрался новым телефоном и делать скриншоты телефон не сообщил о том что есть обновление вот так вот 11.11 день китайской распродажи а так ну а Продолжение следует... Продолжение следует...